Итак, мы говорим про времена или про что-то другое, да? Значит, мы поняли, что в английской голове настоящее разветвляется на четыре, да? То есть есть какие-то... И вот это очень хороший, на самом деле, такой визуальный образ, да? Вот так легко можно посмотреть. Ага, настоящее... Ой, 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 ой. Дальше есть такой ментальный образ, да? Это метафора, не восприняем буквально. Представь себе, что русская голова видит ствол и крону и говорит, что это? Дерево. Дерево, да. И все. Английская голова, когда видит ствол и крону, всегда идет дальше и говорит, дерево да, а дерево какое? Дерево дуб или дерево береза, или дерево сосна, или дерево елка. Какое дерево? Русская голова говорит, слушайте, а мы не различаем, для нас все дерево, просто дерево. И все. Как вы различаете? Ну, английская глава говорит, слушай, ну смотри, вообще не сложно, да, возьми блокнотик, запиши. Вот дуб это когда такой широкий ствол, такие листики, да, и там и желуди, это такая, окей, листики, желуди, ствол. А березка это такая черно-белая тоненькая, да, ну окей, там. А елка это с иголками, а сосна как елка только длинная, да. Ты записал это все в блокнотик, идешь в лес, да, смотришь, что такое черно-белое, смотришь блокнотик, что там было? А, березка, да, там-то там желудь, а что это? Ага, дуб. Дуб, согласись, пять минут походила, перестала смотреть блокнотик, да, потому что, ну, отличие довольно-таки очевидное, да, и, соответственно, ты научаешься их быстро узнавать, да, логично? Так вот, смотри, дуб по отношению к дереву, это один из его чего? Видов. Гениально. Так вот, в английском языке три времени и четыре чего? Видов. вида, да, вот у тебя есть время настоящее, и у него есть вид, как березка или как дуб, да, simple, continuous, perfect или perfect continuous, соответственно, есть три времени и четыре вида времени. А дальше такой вопрос, да, времени-то три, как было бы проще, чтобы у каждого времени были какие-то свои четыре вида, или у всех трех времен одни и те же были четыре вида? Не знаю даже. Ну, подумай, смотри, здесь сколько нужно было бы учить? Трижды четыре, двенадцать, да? А если их четыре, и они проецируются просто одни и те же, тогда всего четыре. Да. Да, так вот, в английской грамматике именно так. У тебя вот есть эти четыре вида времени, и если у тебя, ты знаешь, например, второй, это continuous, это процесс. Так у тебя будет процесс в настоящем, процесс в будущем и процесс в прошлом, да? И вот это есть на самом деле там 60% всей английской грамматики. Просто вот эти вот четыре вида, которые на самом деле еще одинаковы в настоящем, в прошлом, в будущем. Вот и все. Теперь следующий шаг, конечно, на примере настоящего. Посмотреть, а что это такое, как это так, да, четыре вида настоящего. Для русской головы кажется это довольно странно, да? И это то, что мы сделаем в следующем видео. Продолжение следует...